Из завершения выпуска. Не все молоко в Прикамье одинаково полезно. Эти данные лабораторных исследований. Каким продуктом место не в холодильнике Прикамцев, а на мусорке. Сегодня узнали прикамские журналисты. Молоко нашлось. По акции еще. За 37 рублей, видимо. Два пакета. Два литра за 37 рублей. Давайте попробуем его купить. И не зря их смутила цена. Хорошее молоко не может стоить дешево. А еще выяснилось, продукт готовился с нарушением норм. Это показала экспертиза. Молочная продукция производителя из города Чайковска не соответствует ГОСТу и техническому регламенту Таможенного союза. Так, в частности, например, массовая доля белка значительно ниже установленных норм. Такой дефект значительно снижает качество продукта и его пользу для организма. Общественники уверены, если производитель позволяет себе переписывать ГОСТы, то и в составе таких продуктов может содержаться не то, что указано на этикетке. Поскольку в рамках нашего прошлого выезда были выявлены существенные нарушения у производителя из Чайковского, сегодня мы обратили к нему пристальное внимание и проверили также другие молочные продукты, в частности, творог, масло, сметану. Причем в этот раз мы проверяем не только на соответствие ГОСТу, но и на содержание растительных жиров, на содержание пальмового масла, то есть в целом на фальсификат молочной продукции. Чаще всего производители заменяют молочный жир дешевым растительным, в основном пальмовым маслом, а продают как натуральный продукт. Разницу кладут себе в карман. И дело не только в деньгах. Фальсификат может угрожать и здоровью потребителей. Вот мы берем чайковский творог 5-процентный. Для экспертизы нам нужно килограмм, соответственно, мы берем переупаковки. Эти пакеты с молочной продукцией общественники отнесли в Роспотребнадзор. Экспертиза продлится месяц. Готовые результаты покажут, какие производители продуктов наживаются на здоровье пермяков. Полина Анкушина, Александр Аксенов, Часпик.